Дарья Кузнецова. Я выбираю свободу. Бельфинорными Альма-Альт-Эль из корней серебряного дуба. Статуя была... странной. Я разглядывал её и никак не мог понять, нравится мне это изображение или нет. Художник, безусловно, был талантлив, и статуя казалась живым существом, лишь с непонятной целью, припорошённым мраморной пылью. А вот с сюжетом уже были серьёзные трудности. Начать с того, что ростовое изображение местного героя, долженствующее вызывать уважение и почтение, я разглядывал сверху вниз, и уже это было дико. Да и в остальном образ был малоприятным, или, вернее, малопонятным. Мужчина сидел на корточках, одетый в потрёпанную полевую форму, причём этот эффект потрёпанности явно был придан скульпторам намеренно, и с лёгким насмешливым прищуром глядел на зрителя снизу вверх. В зубах была зажата папироса, которую он прикуривал от огонька в правой руке, прикрытого от зрителя и ветра левой ладонью. У ног его лежал разворошённый вещмешок, на плече висела винтовка, в запечатлённый художником момент, упертая прикладом в землю. Что касается лица статуи, насчёт портретного сходства я был не уверен, поскольку лично с этим героем знаком не был, но на все свои изображения он походил и полностью соответствовал всем рассказам о себе. Резкая симметричная стрижка с переходом от выбритого левого виска к спадающим до плеча длинным прядям справа откровенно диссонировала с безукоризненно правильными аристократическими чертами лица. А ещё выставляла на всеобщее обозрение рваное левое ухо, украшенное дополнительно привлекающее внимание серьгой, которая, кстати, в самом деле была серебряной, вставленной в каменное ухо статуи. В конце концов я пришёл к выводу, что каменная копия раздражает меня не меньше, чем покойный оригинал, и решил, что художник явно достоин похвалы уже за одно это. Но подобным произведением искусства я бы не украсил даже сортир для слуг. «Ты, что ли, будешь особенно доверенный посланник и прочее, и прочее?» Раздался рядом недовольный женский голос, и я едва удержался от неприязненной гримассы. Адресована она была не неожиданной собеседнице, а окружению в целом. Местный слишком быстрый говор с раскатистой «Р», неразборчивыми «Б» и «В» и неизменно мягкой «Л» всегда вызывали у меня ощущение, что собеседник то ли издевается, то ли слаб на голову. Впрочем, последнее утверждение показалось особенно справедливым, стоило перевести взгляд на особу, привлёкшую моё внимание. Это была... нищенка. Во всяком случае, первое впечатление говорило именно об этом, как бы дико это ни звучало. Хотя с местными ни в чём нельзя быть уверенным наверняка. Взъерошенная копна волнистых чёрных волос, к счастью, хотя бы чистых, была, наверное, собрана в прическу, если можно применить это слово к подобному безобразию. Слева волосы были убраны в несколько тонких косичек, заплетённых по направлению от лица к затылку, что создавало ощущение залысины. Справа свободно спадали перехваченные на уровне шеи несколькими витками обыкновенной бечёвки. В ухе, кстати, поблёскивала такая же серьга, как у статуи. Впрочем, как раз эта деталь вызывала меньше всего негативных эмоций. Ушко было вполне изящным и даже красивым. Узкое лицо от природы тоже было красивым, только его обладательница относилась к собственной внешности откровенно наплевательски. Обветренные губы, впалые щёки и тени под глазами, выдающие любительницу сладкого забвения, наркотического вещества в последние годы весьма популярного. Из-за этих тусклых синяков и без того тёмные глаза странного фиолетового цвета казались двумя провалами. Эльфы, конечно, бессмертны, от такого не умирают, но подобная дрянь сказывается даже на нас. Одета женщина была в простое мешковатое платье из грубого полотна, едва прикрывавшее колени. На гибкой стройной фигуре даже оно смотрелось бы почти пристойно, если бы не было залатанным в нескольких местах их грязным попадолу. Но самое главное, что окончательно вывело меня из равновесия, она была босой. Узкие маленькие стопы совершенной формы были покрыты пылью, и я всё-таки не удержался от неприязненной гримассы. Как можно было настолько себя запустить? А ведь если абстрагироваться от одежды и вот этой небрежности, и представить эту особо прилично одетой, получится нечто весьма эффектное и даже удивительное. Необычные яркие глаза, точёные черты лица, изящная фигура, да один цвет волос, редкий, чёрный, в синеву чего стоил. Пожалуй, такой красотой не пренебрёг бы и сам владыка. Откуда она тут только взялась? И почему никто до сих пор не догадался взять за шкирку и как следует прополоскать это недоразумение, приведя в порядок? Никто не позарился и не пожелал разглядывать цветок под слоем мусора? Впрочем, не удивлюсь, если обитатели этого свинарника всё устраивало и так. Определённо, уничтожение этой клоаки было достойной целью. Жалко, что всё вышло именно так, как вышло. «Что тебе надо?» — спросил я. Получилось, к счастью, вполне ровно и даже нейтрально. Откровенно высказывать неприязнь даже к такому позору вида неприлично. «Мне?» — нищенка вскинула брови, окинув меня взглядом. Взгляд был вызывающе насмешливым и даже почти надменным, и принадлежал он полностью уверенной в себе и довольной своим положением женщине, а никак не несчастной оборванке. «Мне давно от вас ничего не надо. Я уже получила всё, что хотела. Это ты притащился стелить коврик для своего владыки?» «Коврик?» — переспросил я. «Но умолять, стоя на коленях в пыли, это же так неэстетично!» — язвительно фыркнула она. «Ещё одно слово в подобном тоне, подчёркнуто холодно, начала я, но женщина оборвала мою речь. «Привыкай, светленький! Это самый дружелюбный тон, на который вы можете здесь рассчитывать, после того, как мы вас нагнули и хорошенько выпороли!» Рассмеялась женщина, и я с трудом удержался, чтобы не схватить её за горло. За тонкую, изящную шею, которую я вполне мог сломать одним движением и даже, наверное, одной рукой. Валюк может миндальничать и следовать этикету. Он вообще слишком добрый, а больше ни от кого ты лучшего обращения не получишь. «Ещё скажи спасибо, что я согласилась потратить на тебя своё время и поработать экскурсоводом. И что согласилась именно я, а не кто-то из ребят, предлагавших радикально решить проблему вашего существования и основательно прополоть грядку под великим древом?» Я на мгновение прикрыл глаза и постарался взять себя в руки, призвав к порядку бушующее внутри пламя. Задевали не столько её слова, сколько общая ситуация, которую оборванка сейчас олицетворяла. Хотелось свернуть ей шею, как кролику, и сжечь дотла весь этот грязный, обшарпанный город, но такой возможности и такого права я не имел. Как ни противно это осознавать, женщина говорила правду, и, наверное, она имела право злорадствовать. Они все имели это право, потому что победили. Мы начали эту войну, желая стереть их с лица мира, а они прекратили, едва не стерев нас. Это было унизительно. Унизительной была вся эта поездка, унизительным был этот мир. Многие, и я среди них, желали бы умереть, но не увидеть такого финала. Они дошли почти до самого сердца светлого леса, до великого древа. Владыка решил склонить голову, принять позорный мир, признать границы там, где дикие требовали изначально, и за эту гибкость его можно было бы уважать. Можно, но у меня не получалось. Наверное, именно поэтому он Владыка, а я просто вынужден до конца исполнить свой долг, следуя присяге. Как обычно. Мелькнула злорадная мысль, что главное унижение, прилюдное, подлинное, ждет как раз самого Владыку, и это помогло смирить гнев. Потерплю. В конце концов, недостойно перворожденного впадать в ярость из-за нескольких слов какой-то убогой. Недостойно, но в моем случае очень трудно. Хороший мак огня, плохой дипломат и политик. Спасибо, процедил я. Не за что, ухмыльнулась женщина. Ладно, пойдем, что ли, покажу, где вам предстоит обитать. Сколько там жертвенных баранов намечается, уточнила она. Ну, то есть, кроме тебя и твоего начальника кто-то еще будет или, как обычно, решили самоустраниться? Семеро, как и было, оговорено. Владыка и круг силы. Ишь ты, какой Валек молодец, пробил таки, проговорила женщина, восторженно присвистнув. Свист получился резкий и пронзительный, и к тому же прозвучал прямо над ухом, так что я поморщился. Ладно, звать-то тебя как убогий. Фель, скользь бросив на нее взгляд, коротко ответил я. Что и все? Нищенка удивленно вскинула брови. А как же всякие несравненные, древние и первородные? Если ты называешь Валендора Вальком, меня непременно постигнет та же участь. Так пусть эта кличка будет хоть немного благозвучной. Отозвался я, стараясь не глядеть в ее сторону и по возможности дышать неглубоко. Вблизи оказалось, что от женщины, ко всему прочему, сильно и крайне неприятно пахнет не то гнилой кровью, не то человеческим потом, не то лошадьми, не то вовсе навозом и какими-то прелыми травами, а может быть, всем понемногу. Какой догадливый! Со смешком похвалила она. Что ж тебя такого умного вперед послали, не пожалели? А есть разница. Я насмешливо вскинул брови. Мне любопытно. Ответить на этот вопрос я не успел. Понятно, откровенничать с грязной нищенкой не собирался, но даже съязвить мне не дали. Чуткие уши уловили какие-то крики и возгласы, доносившиеся, кажется, с соседней улицы. Проводница замерла, настороженно вскинувшись и прислушиваясь, потом ускорила шаг, явно направляясь к ведущему туда переулку. Окликать и уточнять, что происходит, я посчитал ниже своего достоинства и просто последовал за ней. Мертвые камни, из которых был сложен этот город, совсем не лес, в котором любой эльф легко найдет дорогу. А даже если бы это был лес, я все равно не знал, куда лежит наш путь. Город, построенный на человеческий манер, душил. Под ногами не было земли, лишь камни мостовой. Вокруг почти не было зелени, лишь невысокие каменные дома с покатыми черепичными крышами. Нет, деревья попадались, а дома не жались друг к другу вплотную, как это часто бывает в человеческих городах. Но они своим количеством скорее подчеркивали чуждость этого места эльфийской природе. В высоком небе кружили вороны. Их здесь было великое множество. В закоулках и под кустами ощущалось навязчивое присутствие крыс, и на этом неразумные обитатели заканчивались, что тоже не поднимало настроение. Когда мы быстрым шагом дошли до угла, навстречу вылетело нечто мелкое и чумазое, больше всего похожее на чахлого голема или земную элементаль. Оно увернулось от столкновения, намереваясь продолжить начатый путь, но женщина ловко перехватила беглеца поперек туловища. При ближайшем рассмотрении сгусток грязи оказался человеческим ребенком, воняющим как... как человек. Но мою проводницу это не смутило. «Вадик, что случилось?» — уточнила она. Ребенок перестал молча сапеть и выдираться, вскинул на нее взгляд, и зареванная грязная физиономия просияла щербатой улыбкой. «Насколько я помню, зубы у людей меняются быстро, лет в семь. Они вообще взрослеют примерно в два раза быстрее, чем перворожденные». «Тиль, как здорово, что это ты, там Машка, она, в общем, змей, а крыша мы нечаянно». Так и не сумев толком объяснить, мальчишка разревелся. «Пойдем!» — решительно кивнула она, перехватывая детскую ладонь, и через плечо бросила взгляд на меня. Кажется, просто, чтобы удостовериться в наличии. Ничего не сказав, двинулась туда, откуда прибежал человечек, и мне вновь пришлось двигаться следом. Шум усиливался. Место происшествия удалось легко определить по небольшой встревоженной толпе, собравшейся вокруг, разношерстной и пестрой. Перворожденные люди, лохматые полузвери, несколько коротышек, даже пара орочих фигур возвышалась над улицей, но мне даже удалось сохранить невозмутимое выражение лица. Наверное, начал привыкать к внешнему виду здешнего населения. — Тиль! — первым женщину заметил высокий юноша, выделявшийся из толпы в лучшую сторону. Он единственный напоминал перворожденного не только чертами лица, но и общим достоинством и одеждой. По явлению нищенки он так обрадовался, будто меня сопровождала сама Тана, покровительница жизни и целителей, которую часто называли матерью природой. Имя облегченным вздохом прокатилась по кучке разумных и отразилась в глазах надеждой. Да что у них там случилось, и чем им в этой связи может помочь оборванка? Впрочем, стоит признать, что нищенкой свою проводницу я называл уже машинально. Здесь вообще было очень мало прилично одетых разумных существ, даже среди перворожденных, и на общем фоне Тиль не выделялась. Почти все присутствующие сверкали босыми пятками, а одежда была латанная-перелатанная. Нищета была всеобщая, подавляющая, и оттого еще более омерзительная. Присутствующие раступились, и нашим глазам предстала удручающая картина. На выщербленной брусчатке лежала человеческая девочка чуть старше Вадика, наверное, та самая Машка. Над ней на коленях стояли двое блохастых, гризов, что-то бормоча, а рядом сидела, держа девочку за руку, совсем юная, перворожденная, и шептала что-то утешительное, торопливо утирая собственные слезы рукавом. Еще двое детей, эльф и звереныш, в голос рыдали на широкой груди пожилой гномки, которая была ненамного их выше. Та сокрушенно качала головой и без разбору гладила лохматые макушки, белую и рыжебурую. «Пригляди!» – бросила Тиль в сторону, передавая ребенка первому попавшемуся взрослому, которым оказалась молодая арчанка. Зеленокожая молча подхватила мальчика на руки. Впрочем, с ее ростом и габаритами она не только саму нищенку бы подняла без труда, но и меня тоже. Вблизи картина происшествия прояснилась. Похоже, девочка полезла на крышу за воздушным змеем, чьи яркие крылья трепетали сейчас около конька под легким ветерком. Но старая черепица не выдержала даже такого тщедушного веса, и Машка сорвалась вниз. Зачем, спрашивается, вообще лезла с человеческой-то ловкостью, а вернее, полным ее отсутствием? Девочка была еще жива, но вот шансов на выздоровление у нее не было. Я не целитель, но даже мне было видно, что у той раздроблен таз, наверняка поврежден позвоночник, даже странно, что она все еще оставалась в сознании. Наверное, эльфийка с блохастыми уняли боль и остановили кровь. Тиль торопливо опустилась на колени рядом с изломанным телом. «Марьяна, ну как же так?» – мягко проговорила она, кладя узкую ладонь той на лоб. «Сколько вам можно твердить осторожнее со старыми домами?» «Она выглядела крепкой», – звучал слабый голос в ответ. «Матери скажу, будешь до совершеннолетия в углу стоять», – проворчала Тиль. «Вот выдерет так, чтобы сесть не могла, и в угол поставит. Или лучше тебя к себе заберу, чтобы некогда было на глупости отвлекаться». Почему-то слова женщины никто не посчитал грубой насмешкой. И через мгновение я получил ответ на свой невысказанный вопрос, которому поначалу просто не смог поверить. Лицо обдало прохладным ветром, пахнущим тополями после дождя и прелой листвой. Именно так я всегда ощущал магию жизни и смерти. Слышать эти два запаха одновременно мне приходилось всего несколько раз, когда кто-то из старших целителей выводил меня из-за самой грани. Босая оборванка с изможденным лицом наркоманки была целительницей настолько высокого уровня, что сам владыка не погнушался бы обратиться к ней за помощью и поклониться в пояс. Я наконец-то пригляделся к ее тусклой ауре и вдруг понял, что круги под глазами — последствия не сладкого забвения, а хронического магического истощения. Что должна была сделать магичка такого уровня, чтобы довести себя до подобного состояния, я попросту не мог представить. А, впрочем, зачем ходить далеко? Вот же наглядный пример. Сила щедро вливалась ее руками в тщедушное тельце бесполезного существа, которое было куда проще добить. Все равно люди плодятся, как тараканы, и потеря еще одного не стало бы трагедией. Подобное расточительство было сложно не то что принять, понять. И я в молчаливом недоумении наблюдал, как не только наливаются краской бледные чумазые щеки, но заживают малейшие царапины и ссадины на коже. Сил тель не жалела и не берегла. Если она всегда так действует, удивительно, что она до сих пор жива, даже несмотря на потенциальное бессмертие перворожденных. — Улух, отнеси, пожалуйста, ее домой и передай матери, пусть пару дней не дает вставать. Не поднимаясь, обратилась целительница Корку. В его лапах тощая девчонка выглядела, как дохлая курица, разве что держал свою нож у здоровяк до странности бережно, а не за шкирку. Начав подниматься, тель пошатнулась. Ее подхватил под локоть один из блохастых, и женщина поблагодарила за помощь кивком. Вновь поднялся Гам, на этот раз радостный и благодарный. Каждый норовил приобнять или погладить целительницу по плечу или волосам. Считается, что прикосновение к работающему или только закончившему сложную работу и не избавившемуся от остаточного магического фона целителю дает прикоснувшемуся защиту и удачу во всем, что касается здоровья. Своеверия были живучи. Но я представлял себе, какая удача ждет идиота, пожелавшего пощупать, например, Илли Наль, тысячелетнюю верховную целительницу светлого леса. А эта только улыбалась, устала, кивала, коротко отвечала на какие-то вопросы и продолжала держаться за локоть хмурого полу зверя с неодобрением, глядящего на пошатывающуюся от усталости перворожденную. Зверь был матерый, молодой и сильный, из тех, что способны разорвать двухлетнего быка голыми руками. Смертоносные когти привлекали взгляд глинцевитым блеском черной, будто полированной поверхности. Короткие усы раздраженно топорщились на жутковатой морде, не то человеческой, не то волчьей, не то медвежьей. Небольшие острые уши были прижаты и полностью терялись в лохматой бурой гриве, а длинный прямой хвост раздраженно подергивался. Надо было постараться, чтобы не заметить его раздражение. Интересно, долго он еще будет терпеть такую фамильярность и служить подпоркой? Насколько я знал, обычаи блохастых тактильные контакты с посторонним их чудовищно раздражали. Исключение делалось только для брачных партнеров и детей до определенного возраста. Впрочем, я опять не угадал, но на этот раз уже не удивился подобному повороту. «Да разойдитесь вы! Оставьте девочку в покое!» В конце концов раздраженно осадил Грис увлекшихся жителей. Странно, но те опомнились сразу, даже торопливо начали извиняться, и толпа очень быстро разошлась. Правда, сам блохастый уходить не спешил, наоборот. Осторожно приобнял женщину свободной лапой. Тиль с блаженным вздохом уткнулась лицом в густую шерсть на груди полузверя, крепко обнимая его обеими руками. Хм, стало быть, они настолько непосторонние? Странно, я раньше думал, это все бреднее и блохастые с другими разумными видами физиологически несовместимы. А еще полагал, что сильнее презирать местных некуда. «Спасибо, Шир!» — невнятно проговорила целительница. «Тиль, тебе так не терпится за грань! Когда ты последний раз отдыхала!» — укоризненно вздохнул он. «Нет, ну а что, я там бывала, там хорошо. Тихо, спокойно, никто не норовит разбудить среди ночи!» Со смешком возразила женщина, а ее собеседник только раздраженно рыкнул в ответ, вздыбив холку. «Не сердись, я же шучу!» «Смотри, услышат духи твоей шуточки!» — укоризненно качнул головой полузверь. «А этот тут зачем?» — мрачно поинтересовался он, недобро сверкнув на меня желтыми глазами. Я даже не шелохнулся. Точно знал, что его взгляды, когти и клыки ему не помогут. «Ну как же, забыл? Сегодня к вечеру светлые притащатся просить пощады!» — пояснила она и отстранилась, кажется, только теперь вспомнив о моем существовании. «Давай я вырву ему горло, а Валендору скажем, что это была самооборона!» — угрюма предложил блохастые шутки в его словах не было на волос. «Шир, ну что ты, как мальчишка!» — отмахнулась женщина, потрепав того по щеке. Зверь только недовольно дернул ушами, и даже я понял — раздражало его не фамильярное прикосновение, а слова. «Ладно, пойдем мы. Еще дел не в проворот, а время. Сам знаешь». Окончательно поставив меня в тупик относительно их взаимоотношений, зверь погладил тиль по щеке, коротко лизнул в лоб, выпустил из объятий и, не оглядываясь, направился прочь по улице. «Ну что, болезный, пойдем?» — целительница усмехнулась, окинув меня взглядом, и мы вернулись в тот же переулок. «Почему ты ходишь босиком?» — все-таки не удержался я. «Потому что у меня нет лишних денег на сапоги», — совершенно спокойно ответила она. «У целителя такого уровня нет денег?» — уточнил я, вскинув брови. В ответ оборванка смерила меня полным жалости и насмешки взглядом. «Ты еще спроси, что целитель такого уровня делает в этом месте?» «И что?» — спросил, впрочем, догадываясь об ответе. «Свою работу. Сейчас именно свою работу», — проговорила с усмешкой, но взгляд оставался странным, пустым. «Не решаю, кому жить или умереть в зависимости от высоты родового древа или количества золота в руках, и не что-то еще, а просто помогаю тем, кому это нужно». «Но лечить человека...» — поморщился я. Она неопределенно хмыкнула, передернув плечами, и потом тихо заметила. «С высоты своего жизненного опыта могу заметить, что люди порой достойны этого гораздо больше, чем некоторые перворожденные. Может, вы еще разбавите с ними свою кровь?» «Лучше так, чем довольствоваться застывшей болотной жижей». Женщина вновь устала, пожала плечами. «Но надеюсь, ты изучал в детстве биологию и знаешь, что появление полукровок невозможно даже теоретически. Все-таки мы представители разных видов». «Ну, вот и пришли». «Что это?» — уточнил я с неприязнью, разглядывая фасад здания. Оно было отделено от улицы небольшим запущенным садом, и это был плюс. Единственный плюс. Угрюмая каменная коробка щерилась на мир небрежно заколоченными окнами. Когда-то это, наверное, был весьма роскошный особняк, но теперь даже невозможно было определить изначальный цвет выгоревшей обшарпанной штукатурки. Колонны, поддерживающие балкон второго этажа, облупились, а две крайних слева вовсе треснули и грозили рухнуть. Левое крыло целиком выглядело особенно жалким и держалось на честном слове. Кажется, пострадало, когда под городом шли бои. Полагаю, с тех пор здесь никто и не жил. Внутрь заходить не хотелось. Подозреваю, там ситуация еще плачевней. — Посольство? — не без ехидства, — откликнулась она. — А можно было привести это в относительно жилой вид, — уточнил брезгливо. — Тебе рассказать, где находится большинство наших специалистов-вещевиков, или сам припомнишь? — скучающим тоном уточнила Тиль. А те, кто остался жив, слишком заняты более важными вещами, чем обеспечение комфорта горстки-блендорылых. Мне осталось только промолчать. В прошедшей войне вещевики ценились как хорошие боевые маги и даже выше. Заставить боевого мага служить против воли слишком трудно, чтобы ставить это дело на поток. А магия и воля вещевиков она другая, пластичная, покорная. Правда, они в итоге все же нашли способ избежать плена. Уходили за грань, когда понимали, что попались. Все уходили, не только короткоживущие люди. Практичные гномы и даже перворожденные предпочитали уйти, но не делать для нас оружие. Все дело было, конечно, в нем и только в нем, а не в умении предметников договориться с неживой материей. Длинные тонкие стволы винтовок и тяжелые острые пули, испещренные рунами, артефакты, придуманные пару веков назад не то темными, не то гномами, а не то нашими умельцами. Крошечный и крайне дорогой из-за сложности изготовления кусочек металла, способный отправить за грань даже бессмертного. Я хорошо знал ощущения, когда острая головка пули вгрызается в тело, и собственная кровь будто превращается в очень злое пламя, жаждущее сожрать твои потроха. Из меня таких за время войны достали шесть штук, а пару вымазанных моей кровью и прошивших меня насквозь я сам выковырнул из дерева и стены. Был бы сентиментален до такой степени, чтобы носить на груди как амулет, можно было бы собрать целое ожерелье. Боевые маги – основная мишень снайперов. Но я оказался феноменально везучим. Или невезучим, учитывая мое нынешнее положение. «Могу выдать ковриков на всех, вы же любите деревья. Поспите на открытом воздухе», – продолжила ехидничать женщина. «Грязных и с блохами», – уточнил я, не глядя в ее сторону. «Как догадался?» «А что еще можно найти на этой помойке?» – я пожал плечами. «Все лучшее гостям», – приторным тоном пропела собеседница. «В общем, в перемещениях тебя никто не ограничивает, но помни, что светлых здесь не любят. Очень не любят». Напутствовав меня таким образом, она вознамерилась уйти, но я все-таки окликнул и задал еще один вопрос. «Почему Тиль?» «В юности прозвали. Засмешливость». После короткой паузы отозвалась она и ушла. А я остался один перед полуразрушенным домом среди заброшенного сада. Тиль в переводе на всеобщий колокольчик, а еще так зовут звонкую яркую печушку, приносящую весну. Давно, видать, была та юность. Примечание. Откуда взялся всеобщий язык, достоверно неизвестно. Считается, что это язык богов, и именно на нем они говорили, когда пришли в мир. Косвенно это подтверждается непохожестью всеобщего на языки отдельных народов – эльфийский, гномский, орочий и человеческий. Собственный язык гризов представляет собой сложную смесь из коротких отрывистых звуков и языка тела, очень беден и далеко не всегда признается отдельным языком. Личные языки живут наравне со всеобщим и не забываются ни одним видом, но распространены по понятным причинам значительно уже. На них общаются в основном дома, в кругу семьи или, напротив, в некоторых формальных ситуациях и при совершении обрядов. Конец примечания. Некоторое время я еще постоял, ни о чем не думая, а потом сосредоточился на деле. Я стихийник с серьезным перекосом в боевое направление, и починить дом не смогу, но на уборку меня хватит. Будем надеяться, что здание после этой процедуры не рухнет. С другой стороны, пусть оно лучше рухнет сейчас, чем на головы обитателей некоторое время спустя.